всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о моих новинках а новинках моих ароматных новинках и что-то все так блещу ну что-то не знаю немножко блещу ну ладно а и вот такие прекрасные розы в кадре я надеюсь вам они доставят удовольствие такой же как они доставляют мне это просто потрясающе я обожаю розы вообще всех цветов ну красный конечно это страстно это красиво это роскошь роскошь но я так оделась тоже сегодня вся в красном чтобы записать для вас видео о своих любимых новых ароматах и начнем наверное с аромата вот этого это аромат estee loader white linen я давно его хотела но знаете как бывает ты проходишь мимо и вот что-то тебя то отвлекает что-то то еще что-то тут и там забываешь бежишь куда-то вот была не судьба но моя подруга она знала что она что я хочу этот аромат и она мне его подарила white linen аромат уже достаточно такой старый многими известны кто-то любит кто-то нет если не пробовали если не нюхали никогда попробуйте понюхайте аромат вне времени он красивущий он очень красивый он статусный он породистый он он знаете хороший такой унисекс вот он реально может и мужчина и женщина его носить вот безоговорочно изи очень легкий в этом плане и он такой загадочный он очень загадочный он пахнет мне в линан сразу такие ассоциации да с чистотой там со свежестью здесь это конечно есть но для меня это больше аромат утюга я его называю мой утюжок потому что вот он мне напоминает именно пар от утюга когда вот вы отглаживаете рубашки вот у меня бабушка так делала она сначала крахмалила рубашки там манжеты воротнички все было от крахмалины а потом она это от утюживала и вот этот вот пар запах вот этого влажного пара смешивался запахом вот этих крахмальных белых вещей рубашки просто не она все крахмалил и вот это вот мне так пахнет дивно просто дивно плюс ладан я не знаю пирамиду этого аромата если там ладан или его там нет но мне аромат этот пахнет очень ладаном ладаном таким сложным красивым чистым знаете так могут пахнуть вот церковной одежды церковной одежды если вот кто видел фильм папа с джудом лоу когда вот он одевается папе римском когда он одевает вот эти белые на себя такие одеяния церковные вот так вот они могут пахнуть какой аромат узнаете он какой-то вот но он необычный вот правда он необычный он стойкий у него очень красивый шлейф шлейф у него вот нюдте прям зовущий такой сексуальный там красивый женственный шлейф какой-то такой вот сильный энергичный серьезный серьезного такого человека который вот знает вот куда вот он идет ну вот какой-то такой вот аромат потрясающий я с удовольствием его ношу мне нравилось его носить я ну когда его пробовала в магазине мне очень нравился его раскрытие зимой а когда так прохладно и конечно же летом летом он освежает но вот этот вот ладан не дает этому аромату я не знаю если он здесь или нет но я его слышу он не дает этому аромату скатиться вот в разряд вот этих вот свежаков ароматов чистоты ароматов свежести но вы знаете о чем я говорю вот этих цитрусовых водянистых это совсем другая история история я не могу сказать такого такая классичная цепляет аромат очень цепляет все попробуйте если не пробовать очень классно следующие два аромата я уже их вытащила из коробки первый аромат это бараонда но вот так вот коробка выглядит внутри все вот так вот красное мне не нравится коробки анальных выкину они такие все какие-то никакие аромат бараонда от бренда на сама-то бренд на сама-то был мною заочно любим был мной за мной заочно уже вы знаете как кровью подписала я обожаю собак где даже ни разу не нюхай даже ни разу не пробуя их ароматы я знала что это вот моё что это мне понравится вот бывает такое знаете чувство какой-то вселенской любви вот так у меня случилось брендом на сама-то я долгое время мечтала понюхать все ароматы этой линейки постоянно видишь в инстаграме там будут мелькают картинки с этими чудесными флаконами и конечно я все время искала искала где же я могу найти на сама-то в седне наконец-то я нашла это такой маленький бутик бутик парикмахерская мужской ну такое интересное место и там вот они продают это на сама-то первый раз когда я туда пришла я шла за белым китайцем но моя ошибка наверное была или не знаю не ошибка не ошибка я первый аромат который меня потянулась там рука это был аромат браунда и браунда снес мне крышу вот сразу так наповал своим шальным характером шальной такой вот сумасшедший яркий сексуальный напористый красивый но просто вот знаете вот такая вот женщина ну или мужчина он такой унисекс может быть который вот ну вихрь 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 первое что я конечно тут чувствую это запах алкоголя запах очень дорогого красивого алкоголя коньяк или виски вот я что-то здесь больше виски чувствую но не знаю как то я вот ну на не очень разбираюсь но вот виски и вот мне сразу пришла в голову такая картина а свадьба в ирландии ирландская свадьба самый как как такой красивый вкусные виски это ирландские виски если кто знает а и ирландская свадьба где-нибудь в замке и вот праздник в самом-самом разгаре много народа все вот пьют этот виски шампанское все пляшутся смеются играет какой-нибудь такой маленький оркестр все мужчины в юбках ирландия шотландия в общем вот все туда и вот аромат этого веселья вот в этом флаконе это вот такая вот знаете праздник такая вечеринка такая вы знаете которые ты думаешь не закончится никогда это вот сказочное веселье это взрыв эмоций это абсолютное счастье это вот люди ну просто отдают себя всего вот этому веселью и это вот так аромат такой без тормозов обожаю его обожаю аромат вот прям мой он сочный яркий такой вот ну вот с ним хоть куда хоть в разведку хоть куда мне в разведку с ним не пойдешь тебя сразу накроют очень красивый аромат браунда сладостный тягучий медовый терпкий очень стойкий очень шлейфовый знаете он вот для меня все ароматы на сама то действительно стойкие очень стойкие вплоть до ну целый день я ношу потом наслаиваю еще какой-нибудь аромат другой марки и принимаю душ и все равно на сама то выходит на первую роль все равно это вот эти ароматы которые я слышу на следующий день и после душа и после того как я голову помою и от одежды это вот везде 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 только на сама то я браво браво что вот и стойкость и содержимое это но это что-то потрясающе это моя сказка и следующий аромат этого бренда который меня появился это china white который я первый раз тоже донесла уже после браунда и мне он показался таким немножко кисловатым но слушайте после браунда конечно смысла не было вообще нюхать china white и вообще рекомендую если вы пойдете тестировать бренд на сама то обязательно наносите ароматы только на кожу не на бумажку не куда-то только на кожу только так они на вас раскроются должным образом и так чай на white мы пошли с мужем и оба просто потеряли голову от этого аромата это но это шедевр это вот знаете если браунда она сразу вам нравится она такая сладость такая яркость такой вот прям вау красивый аромат здесь аромат вот вы его нюхайте и у вас куча мыслей вы не что там такое совершенно непонятно просто вот как гениально это сделано это вот очень ну это самый гениальный аромат который меня есть он еще суеверный от фредерик маль для меня они чем-то схожи именно своей какой-то вот загадкой ты никогда не можешь понять что там внутри и это конечно очень важно в ароматах когда ты не можешь до конца прочувствовать что же туда положили в эту баночку здесь я очень ярко чувствую пудровые ноты но пудра здесь такая знаете с горчинкой с кислинкой странная пудра пудра вы знаете нутриально наркотический аромат чайного это наркотик белый китай который был когда-то но это не кокаин это что какой-то вот до сорт белого наркотика наверное он так пахнет потому что пудра она пахнет немножко по-другому здесь реально есть какая-то горьковатая нота вот если вы когда-нибудь таблетки желали вот анальгин вот когда сильно голова болит знаете вот некоторые люди жуют этот анальгин и он вот такой горький вот вот эта тема вот здесь реально присутствует и я слышу здесь розу вот такую вот бархатную розу очень такое уже на грани увядания она пахнет тоже немножко горько бархатиста и вот это все вместе как я уже писала что мне этот аромат кажется розой а пудрой и звездной пылью вот это вот звездная пыль наверное это и есть вот этот наркотик чайна white белый китай мне так кажется но это вот моя такая эмоция я обожаю этот аромат я ношу его с удовольствием то есть знаете если я чувствую себя комфортно об аромате я могу надевать его с утра и носить его до вечера вот так я себя чувствую с этим ароматом он вот достаточно 2 шиков я делаю сюда-сюда ухожу на весь день и я весь день вот просто ловлю от себя вот этот дивный дивный аромат и просто кайфую я просто на седьмом небе от счастья это потрясающе это потрясающий аромат и чайного и на очереди у меня конечно же черный афганец это тоже мне очень понравилось но потом все потом и следующий аромат который у меня появился это аромат от байреда бланш знаете но вы наверное знаете у меня был вот такой маленький пробник меня мама его увезла ну там осталось где-то половина она где так он понравился на его увезла короче и вот мне подарили вот этот вот красный бланш 100 миллилитров я могу им поливаться просто когда захочу у них очень красивые конечно коробки такие вот плотный очень картон мне нравится упаковка такая минималистичная очень красивая вот так все выглядит тут вкладыш фирменный что горящий не открывала чутом нем что-то там написано короче и сам аромат бланш вот этого тоже это чистота это свежесть она не такая вот тривиально не такая избитая я здесь чуток не слышу я слышу здесь и альдегидные цветы и пробки из-под шампанского и какой-то реально морозный воздух здравствуй чего только здесь нет в общем бланш это вот моя вот такая ну вот когда вы не знаете чем надушиться что что нанести на себя вот бланш такая моя палочка выручалочка он интересный он легкий он подойдет вообще с утра до вечера он очень стойкий и необычный мне он очень нравится я счастлива что на меня есть все на этом все я надеюсь вам понравился мой обзор пишите пишите об ароматах какие у вас есть какие бы вы хотели ароматы себе в коллекцию из тех что я перечислила и всем пока с вами была ленка блок чао-чао пока